Вы будете удивлены, насколько большое количество людей периодически сталкивается с спонтанными движениями в руках и в ногах. Что будет происходить у пациентов с отчетливым тремором? Вот обратите внимание, вот несколько раз у меня была ситуация сейчас вздрагивание руки. Вы смотрите со стороны и думаете, что за странная фигня. Просто подняли руки и слегка их разводим и сводим, и это поможет справиться с тремором. Да, это поможет справиться с тремором. Здравствуйте, друзья и коллеги. Я Станислав Чернонок, автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и соматики. И сегодня мы с вами поговорим про тремор конечностей. Что такое тремор? Это когда руки дрожат. Существует несколько причин того, что у человека случается тремор. Мы не будем сегодня говорить, например, о гипогликемическом шоке, когда не хватает глюкозы, человеку надо скушать конфетку для того, чтобы восстановить уровень глюкозы, именно из-за недостатка глюкозы иногда дрожат руки. В некоторых случаях это связано с тем, что человек избыточно нервничает. В некоторых случаях это связано с недостатком гормона дофамина. Дело в том, что именно нейромедиатор дофамин останавливает нам движение и регулирует положение конечностей. И если конечности дрожат, то, возможно, это говорит о том, что у человека недостает дофамина в его нервных клетках. Вот. Существует простой и внятный способ, как бороться с дрожжью рук. Дело в том, что каждый раз, когда мы собираемся выполнить некоторое действие, это действие будет разложено на несколько стадий. Во-первых, мозг будет подавать возбуждение на моторные нейроны. После этого нейроны посылают сигнал на мускулы, и эти мускулы выполняют движение. В довольно большом количестве случаев мы оказываемся в ситуации, когда мы движение запланировали, но его не исполнили. Например, нашей спонтанной реакцией было взять что-нибудь тяжеленькое и ударить по голове того человека, который вызвал у нас возмущение. Или давайте про хорошего человека поговорим. В каких-то случаях хочется кого-то обнять, приласкать, но человек, например, выступает перед большим количеством публики, и прямо сейчас к нему подходить и обнимать его не совсем уместно. В любом случае очень часто возникают ситуации, когда мы что-то хотим сделать и при этом этого не делаем. Надо понимать, что на уровне биохимии клетки нервные взвелись, они набрали некоторую инергию на выполнение движения, но это движение не выполнено. То есть накопилось некоторое количество нейромедиаторов, которые ждут своего часа, чтобы выполнить движение в конечностях. Кроме того, часто возникает ситуация противоречия. С одной стороны, например, мы хотим что-то купить, с другой стороны, мы понимаем, что нам это не по карману. Наши центры мозга, которые желали бы получить то, что нам хочется купить, сталкиваются с сопротивлением рациональных частей мозга, которые говорят не по карману и вообще тебе это совсем не нужно. Условно говоря, инердия выделяется, и эта инердия никуда не девается. Каждый раз, когда мы думаем пойти нам налево или направо, каждый раз у нас выделяется инердия, которая никуда не девается. Очень часто именно эта инердия и приводит нас к тремору конечностей. Могу сказать, что у меня было несколько случаев, когда я работал с людьми пожилого возраста, например, люди, у которых есть партинсон, это специфическое заболевание, которое проявляется именно в треморе конечностей. И те приемы, которые я применял, и те приемы, которые я вам покажу в этом ролике, оказывались довольно продуктивны для работы с этими пациентами. Кроме того, в отдельную группу клиентов надо вынести клиентов, у которых происходят самопроизвольные, спонтанные, хаотические движения. Вы будете удивлены, насколько большое количество людей периодически сталкивается с спонтанными движениями в руках и в ногах. Это может быть подергивание, это может быть спонтанная жестикуляция, или в некоторых случаях руки людей буквально обретают собственную волю, начинают, например, расцарапывать, бить себя и прочее-прочее. Вы будете удивлены тому, насколько часто подобные вещи встречаются в реальной жизни. Здесь надо понимать, что мы, как люди, как человеки, себя осознаем, но осознаем мы лишь малую часть тех процессов, которые происходят внутри нас. Существует исследование, которое говорит, что на уровне сознания происходит ли всего 5% всех процессов, которые происходят у нас в мозгу. То есть, условно говоря, мы знаем лишь одну двадцатую того, что происходит у нас в голове. Мы довольно плохо представляем о мыслях, о сомнениях, о страхах, о противоречиях, которые происходят в нашем сознании, но они доходят до нашего осознавающего мозга. Соответственно, каждый раз, когда какая-то часть нашего организма, нашего существа желает получить что-то, и при этом мы этого не осознаем, то тело все равно выполняет эти движения с целью получить какой-то результат. Именно из-за того, что наш мозг имеет множество вводных сигналов, что надо делать руками, ногами или телом, и мы не можем выбрать конкретной траектории нашего движения, и возникает тремор. Более того, из-за того, что этот процесс накапливается, он через некоторое время становится хроническим. И самый лучший способ, который я могу рекомендовать в рамках массажных практик – это практика медленного движения. Давайте покажу, о чем идет речь. Когда мы работаем с пациентом, мы берем нашего пациента за ручку, сдебаем ручку в локтевом суставе и начинаем медленно отводить руку в сторону. У довольно большого количества людей рука застрянет в вертикальном положении или вообще станет неподвижной. В этом случае мы просто ждем того момента, когда рука устанет и человек отдаст нам руку. В некоторых случаях это ожидание может быть довольно значительным, вплоть до 10-15 минут или даже получаса. Здесь надо понимать, что эта работа очень неторопливая и очень специфическая. То есть мы должны медленно перемещать руку нашего подопечного из положения, когда рука вытянута вперед или вверх, как в случае пациента, до положения, когда рука отводится в сторону. Обратите внимание, что по мере того, как я отвожу руку, в некоторых точках рука будет застревать. Здесь надо понимать, что большое количество людей будет в этот момент пугаться и бросать руку. Их надо отучить от того, чтобы они возвращали себе контроль к руке и позволить им некоторое время побыть в состоянии застывшести и неподвижности. Еще раз повторю, что основная процедура – это мы выводим руку в некое неустойчивое положение и начинаем ее медленно смещать либо в боковом направлении, либо вверх, либо вниз. Что будет происходить у пациентов с отчетливым тремором? В тот момент, когда мы будем выводить руку в неустойчивое положение, тремор довольно сильно возрастет по степени. Для нас это является целью и инструментом нашей работы. Условно говоря, мы предъявляем организму состояние неустойчивости, и именно в этом состоянии неустойчивости тремор проявляется наиболее отчетливо. Таким образом, мы увеличиваем степень тремора и доносим эту информацию до головного мозга. Головной мозг, обнаружив, что у него сильно трясутся руки или ноги, начинает разбираться с объективно неблагополучной ситуацией. Включаются механизмы самокоррекции, и таким образом организм либо завершает те действия, которые необходимо было завершить, либо выгружает их из тех нейронов, которые намереваются совершить некое движение. Мы, условно говоря, либо реагируем на те вызовы, которые пришли к нам в прошлом, и, возможно, мы их уже забыли, но наше тело помнит, либо позволяем организму больше не помнить о тех вызовах, которые возникли до этого. Вот обратите внимание, вот несколько раз у меня была ситуация сейчас, вздрадивание руки. Если это человек с сильным тремором, то тремор будет прямо отчетливый, и он будет отчетливо нарастать. В тот момент, когда тремор нарастает, мы говорим нашему подопечному о том, что смотри, как хорошо тремор увеличился, и через некоторое время это приведет к тому, что тремор уменьшится. Я могу сказать на своем опыте, что этот метод достаточно действенен, а здесь надо быть аккуратным, в свете того, что зачастую этот тремор сопровождается тем, что люди утрачивают эмоциональную устойчивость, кто-то может начать плакать, кто-то может начать смеяться. Большинство людей просто попадает в дремотное состояние и почти засыпает. Если вы будете это делать со своими подопечными, со своими близкими, то напишите в комментариях, насколько изменилось поведение ваших пациентов. Я уверен, что большинство попадет в дремотное и расслабленное состояние, а некоторые переживут выброс эмоций. Напишите обязательно в чате, чтобы ваши коллеги знали о том, что такие вещи возможны и случаются с реальными людьми. Обратите внимание, что мои движения чрезвычайно плавные и медленные, чем медленнее и плавнее вы совершаете движение, тем больше толку от того, что мы делаем. Еще раз повторю, что главной нашей задачей является поиск тех мест, где возникает вибрация в конечности. Стоит помнить, что в некоторых случаях вибрация в конечности начнет захватывать весь организм и вибрация начнет распространяться по всему телу. Это является хорошим признаком. Это означает, что вибрация в конечностях находится не в руке, а где-нибудь в корпусе. И вот мы поработали с одной рукой. И здесь надо уделить особое внимание тому, как мы медленно и очень деликатно укладываем руку. Чем медленнее и деликатнее вы это сделаете, тем больше эффект это окажет на пациента. Условно говоря, мы оповещаем организм о том, что у него есть невыполненные задания на тело. Мы эти задания обнаруживаем, пребываем в этих заданиях, чтобы мозг их осознал и снял эти задания из листа ожидания. Возникает вопрос, что же делать, если у вас нет такого хорошего специалиста, как я, и вам хотелось бы поработать, чтобы кто-то поработал с вами. Существует возможность поработать с собой. Для этого я вам рекомендую поработать сразу с двумя руками. Необходимо поднять руки вверх, согнуть их в локтях, сделать ручки круглыми, сделать ручки округлыми, и начать очень медленное, плавное разведение конечностей в стороны. Вот наша модель именно в этом положении начала ощущать вибрацию. Мы охотимся за вибрацией. Я подозреваю, что на камеру это не очень видно. Но именно в верхней части возникает мелкая, глубокая вибрация. Так же? Вот она. Стоит помнить о том, что когда вы выполняете эту практику впервые, вибрация может остаться с вами на некоторое время, после того, как вы эту практику проведете. Это говорит о том, что организм завершает глубокие внутренние процессы. Так же стоит помнить о том, что эта практика взята мною из психотерапии, телесно-ориентированной психотерапии. Эта практика вовлекает не только физическое тело, но тело эмоциональное и тело сознания. Соответственно, вы можете обнаружить изменение своего настроения, характера в течение нескольких суток после того, как вы провели с собой практику. Кроме того, хочу сказать, что работа с руками является лишь одним из подразделений того, как мы работаем с тремором, с пульсациями. Эта техника взята мною из рейхианства. У нас есть отдельный ролик по мышечному панцирю, концепцию, которую предложил человечество Вильдельм Райх. Вильдельм Райх помимо этого предложил еще и инструменты по работе с мышечным панцирем. И именно это упражнение, которое мы сейчас вам показываем, помогает снимать зажим в грудном отделе человеческого корпуса. Зажим, связанный с дыханием, зажим, связанный с руками, зажим, связанный с эмоциями и зажим, связанный с способностью что-то делать в своей жизни. Многие практики, предложенные Вильдельмом Райхом, а также практики, которые я разработал для себя самостоятельно, хорошо снятые и обработанные, выложенные в нашем сообществе по подписке. Обратите внимание на то, что мы сейчас оставили нашу пациентку в положении с поднятыми руками. Это положение будет естественным и комфортным для большинства из вас. Найдите это положение застревания и обнаружите, насколько оно изменяет ваше сознание в тот момент, когда вы выполняете эту практику. Режиссер канала сказал, ну а как же, а где же практика? Вот это и была, собственно говоря, практика. И одной из главных проблем подобных историй, подобных практик является их абсолютная неграфичность. Вы смотрите со стороны и думаете, что за странная фигня, просто подняли руки и слегка их разводим и сводим, и это поможет справиться с тремором. Да, это поможет справиться с тремором. Да, это снимет эмоциональные трудности. Просто попробуйте и напишите в комментариях про ваши результаты. Я уверен, что вы, почитав комментарии ваших коллег, обнаружите много интересного и неожиданного для себя. В тот момент, когда ваши руки зависли, то просто позвольте себе побыть в этом положении и понаблюдать за тем, как руки будут медленно расслабляться и опускаться вниз. Само наблюдение за тем, как руки расслабляются, является инструментом обучения вашего мозга расслабляться и сбрасывать те напряжения, которые и приводят к дрожи в руках и непосредственно к тремору. Техника, которую мы показали, мы показали ее только про руку. На самом деле ее можно делать про голову, можно делать про ноги, можно делать про корпус из разных положений. И все это мы подробно освещаем в рамках курса «Дорогостоящий массаж». Переходите по ссылочке в комментарии, заходите на презентацию и через некоторое время вы сможете так же делать со своими близкими, со своими клиентами. И это техника, которая выглядит со стороны вообще не графично, не показательно. И при этом она реально взрывает мозг в хорошем смысле этого слова. Люди расслабляются, у людей уходит тремор, у людей уходит напряжение, эмоциональные зажимы. И вообще жизнь людей меняется, и очень простая физически очень внятная техника. Переходите по ссылке на наш курс «Дорогостоящий массаж» и регистрируйтесь. Если вам интересны практики по работе с собой, если вам понравилось видео, если вы попробовали и обнаружили, что действительно работает и помогает, или обнаружили новые интересные феномены про свой организм, обязательно поставьте лайк, чтобы поддержать съемку подобных видео. А с вами, как всегда, был Станислав Черноног, автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и саматите и одноименного YouTube-канала, где мы учим вас работать со своим телом, оздоравливаться и при этом зарабатывать хорошие деньги. До новых встреч, друзья! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok